здравствуйте сегодня нам на сборку поступил такой но и новый зверь интересный вот moto apollo m6 300 ай с 23 года выпуска машина инжекторная значит ну и первым этапом мы распаковали будем устанавливать с вашим дополнительно как бы предварительно все тут цельной смазочкой вносим на подшипники вот она там все потом за катается вот последовать вместе взлетаем подшипничек здесь есть маска мы добавим смазочку намерно и распределим прокладочки отдавливаем вот у нас так получилось ну вот мы добавили смазки хотя она там и была и теперь фиксируем центральной гаечкой регулируем так сказать чтобы не было не перетяжки и люфта в то же время не было вот вроде так затянули сейчас фиксируем болт верхний затяжной вот она ровненько встала теперь приступаем установки перьев сейчас мы будем устанавливать перья фирмы кики а здесь представлены перья такие в комплектации идут вот устанавливаем перо рабочие проверили правое перья фирмы кирпича так 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 начинай устанавливаем перо до соединения ободка с верхней траверсой верха крышки пера и предварительно затягиваем потом все это мы будем протягивать с усилием 16 ньютон метров как написано на траверсе алюминиевой теперь таким же аналогичным способом также по ободочку чтобы это все устанавливаем что было вверху регулировочные отверстия что было понятно вот как то так будем дальше продолжать теперь мы будем соединять узлы прогрессии вот сразу их надо проверить на наличие смазки вот смазки там не очень-то оказалось ну ка верхнюю посмотрим верхнего чуть-чуть и есть побольше но мы дополнительно добавим смазочки еще чтобы было как бы пополнее вот аналогичным образом верхнюю заложим тоже смазочки побольше вот теперь будем уже что у нас этот узел держаться вернее смазан спокойно так так излишки там сейчас уберем излишки там сейчас уберем соединяем вставляем амортизатор вот болт имеет здесь специальную выемку чтобы не прокручиваться теперь фиксируем еще на 15 уголочка у нас верхняя чуть вверх нам надо чищу 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 опачки фиксируем также гаечкой придержишь ну вот закончили с нижней траверсой да цепь вот здесь в данный момент мы ее собрали цепь как бы должно входить два пальца у нас входит три поэтому будем мы ее подтягивать ну об этом расскажем отдельно вам сейчас мы приступаем к установке суппорта как бы для того чтобы агрегат очень ответственный при вибрации уже бывали случаи что откручивались суппорты и это до добра не доводит хорошего то есть он может попасть спицы и так далее поэтому на разъемный герметик мы смазываем болтики вот на нижнем у нас болту крепится датчик спидометра вот мы его таким вот образом закрепляем вот вот и вот второй болт вот 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 что-то заключение тоже здесь вот уже видим что тоже разъемным герметиком обработаны болты для того чтобы не выкрутились они во время вибрации большие здесь на мотоцикле теперь можем надевать защитные кожухи перьев приступаем к установке переднего колеса крыло установили защитные чехлы установили суппорт установили освободим тут не освобождается потому что наверно он там заклинит где-то да в ручке стоит фиксатор поэтому фиксатор этот надо нам удалить вот так вот все вы теперь вас легко вытащиться страховочная заглушка вот они разжиматься все теперь колесо устанавливать будем датчики спидометра так вот один у нас стоит все магнитики да так 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 И внестики. Продолжение следует... Есть второй... Все, не на местах... Заводим диск... Здесь расслабляем... Значит, здесь у нас будет вставляться ось... С одной стороны утолщение... То есть, по макарам примерно... Она будет вставляться туда... Вот... Теперь, кажется... Вставляем... Так... Как она у нас построена? Так? Хорошо... Да... Значит, это с этой стороны... Так... С этой стороны... Так... Вставили... Ну и все... Проводим колесо... Проводим колесо... Попадаем... Проводим колесо... Проводим колесо... Проводим колесо... Так... 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 Какая сторона ушла... Так... 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 вошло у нас здесь болтики у нас уже помечены разъемным герметиком нанесен таким вот образом пока нажиуливаем с обоих сторон сейчас гаечкой надо быть осторожным у гаечки алюминиевые на этой модели все нежное это видимо у нас просто с этой стороны выступает никакой здесь на них нагрузки нету потому что ось крепится затяжка колеса вот этими винтами поэтому мы слегка только затягиваем ее чтобы у нас была конструкция собрана так сказать что все села на место все села на место и у нас на 17 крючек все слегка до чтоб не прокручивать проверяем колесо крутится легко крутится прекрасно затягиваем и протягиваем дальнейшее мы сейчас будем выполнять будем регулировать датчик спидометра чтобы он было небольшое расстояние между тормозным диском и магнитиками вот этими вот это нам надо вот эту штучку отрегулировать что магнитики не задевали в то же время не далеко не отстояли от нее то есть вот так и думаю будет нормально она и будет видеть а нет наверно вы дальше проходит значит вот так сейчас ключиками будем фиксировать ну вот пока все прошло период времени мы установили руль трос сцепления проложили тормозные магистраль и от датчика спидометра вот все проложили установили ручки кнопку старт-стоп плюс вот ну и теперь значит будем подключать аккумулятор подключать для того чтобы установили аккумулятор подключили для того чтобы проверить на энергокомпоненты как они работают вот включая замок зажигания слышим характерный звук моторчика раз это инжектор бензонасос подкачивает вот значит что у нас тут проверяем старт-стоп мотор все мотор кнопка запуска работает а где кнопочка сигнала у нас это вот положение значит ключа в замке первое положение габарит второе положение общий свет дальний ближний здесь не подразделяется также смотрим стоп-сигналы задние задние проверяем передний тормоз пожалуйста работает и задний все работает ну прекрасно будем теперь до конца это все скомпоновывать вот заливать антифриз так как это без антифриза наклеечка прям была на мотоцикле ну и пробовать запускать ну вот и подошла финальному концу сборка нашего полика вот все смонтировали электричество проверили уровень масла проверили антифриз заправили вот ну все будем пробовать запускать двигатель кнопку обязательно в положении нижние старт-стоп переводе вот так она должна быть потому что есть такие ошибки но и пробуем это все и 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